Полёт на подводных крыльях. В России ввели в эксплуатацию новое скоростное пассажирское судно. Увидим снаружи, узнаем характеристики и заглянем внутрь. На фоне старых судов в порту Ханты-Мансийска новый Валдай, как на серой городской парковке спортивный автомобиль. Яркая апельсиновая расцветка поднимает настроение, будто приглашает отправиться в речной круиз. Сравнительно небольшой теплоход вмещает 45 пассажиров. Можно было и больше, но конструкторы поставили на первое место комфорт. Северный пассажир ездит с вещами. Единственное средство передвижения летом. Зимники не работают, поэтому нужно спокойно взять с собой покваживание, двигаться на работу, двигаться домой. Поэтому, конечно, нужно чуть-чуть места оставить для багажного отсека. Интерьер каюты напоминает салон бизнес-джета. Два ряда мягких удобных кресел, температуру внутри регулирует система климат-контроль. Прекрасная шумоизоляция, когда на палубе отвоят двигатели и свисты ветра закладывают уши. Внутри можно спокойно записывать интервью. Здесь применен немецкий двигатель мощностью 809 кВт. Но, как мы отметили на переходе из Ханта-Мансийского в Сургут, во время рейса потребляется только 600 кВт. То есть у этого двигателя где-то 30-40% запаса, который позволяет его очень надежно и длительно использовать. Двигатель здесь единственный агрегат, произведенный не в России. Подходящего по цене, мощности и экономичности у нас пока не нашлось. Все остальное новейшие отечественные разработки. В их основе опыт создания судов на подводных крыльях, которые в нашей стране накапливали десятки лет. Ракета, словно опередившая время в конце 50-х, стала родоначальницей целой серии скоростных пассажирских судов. Те, кто постарше, прекрасно помнят, как в советское время сотни этих крылатых болидов словно летали над водной гладью практически по всей стране. Вместительные метеоры, элегантные восходы, крупные морские кометы. Но за прототип для нового Валдая взяли гораздо менее популярный теплоход «Полесье». Его особенность – малая осадка для движения, хватая всего метра глубины. Солечко изобиливают топляками, досочками, корягами всякими. И мне приходится от них уворачиваться. Даже на крейсерской скорости 65 км в час, что для речного судна совсем немало, управлять Валдаем можно буквально одной рукой. Экипаж, матрос-механик да капитан. Чтобы он не уставал во время рейсов, кресло пневматическое, сглаживающее даже малейший подскок на речной волне. Великолепная обзорность, во-первых. Управляемость очень хорошая. Вы смотрите документы на БП-шку у нас. А самое главное, что нет болевых ощущений после длительного нахождения на посту управления судном. В судостроении не применяют такого показателя, как время разгона. Но оно здесь явно невелико. В считанные секунды Валдай встает на крыло, и длинная набережная стремительно проносится за бортом. Несколько минут и можно любоваться плавучей часовней вместе с слиянием Иртыша и Аби. А это примерно 20 км от города. Контрольные рейсы показали, что с полной загрузкой судно за 8 часов спокойно проходит более 400 км. Первые два Валдая будут обеспечивать популярную пассажирскую линию Ханты-Мансийск-Сургут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok